Мур, привет друг, это Зверько. В обновлении 1.4.74 вкрутили три реворка по мнению разработчиков. Сейчас мы их рассмотрим. Зелонг. Почему-то упоминается первый навык, но по факту делает он то же самое. Перекидывает через себя уменьшает физическую защиту. Пассивка теперь не копится со временем, а со стаками. И каждая третья базовая атака Зелонга наносит свою серию ударов. Что это меняет? А то, что теперь частота применения зависит от скорости атаки. Ты тоже подумал о золотом посохе? Вот и я. Но его полезность отменяет ульта. Они чуть позже. Кстати, хоть у меня и стоят эмблемы мага второго уровня, Зелонги исцеляются от пассивки, хотя об этом нигде не сказано. Наверное, баг. Второй навык. Зелонг теперь прыгает в выбранном направлении и наносит удар, плюс замедляя цель на 80%. Прыгает недалеко, но зато теперь можно перепрыгивать тонкие препятствия. Ульта. Тут немного переставили приоритеты скорости бега и скорости автоатаки. Плюс 40% к бегу и плюс 30% к скорости атаки. Растет с уровнем до плюс 50% к скорости атаки. Пассивка начинает срабатывать сразу после двух ударов, вместо трех, что заменяет собой золотой посох. Я думаю, на этом не остановится и что-то еще позднее изменят Зелонгу. Второй персонаж. Эйдора. Изменения коснулись эффектов навыков и дополнительных эффектов пассивки. Как ты, наверное, помнишь, после любого заклинания цель электризуется, становясь суперпроводником. Так вот, если по проводнику ударить первым навыком, то через секунду он отхватит еще один удар током, но меньшей мощности. Второй навык. После применения может оглушить не одного проводника, а еще двух его друзей, сделав их проводниками вдобавок. Однако есть нюанс. Если противник не наэлектризован, то длительность стана 0,8 секунды. Если стан разлетается по трем целям, то улучшает их на полсекунды. Ульта. По умолчанию теперь бьет в одного противника. Но если тот противник будет проводником, то ульта еще и ударит по области, хоть и в половину слабее. Ну и в конце наиболее интересный реворк. Мия получила уже на этом этапе красивый визуал навыков. Первый навык остался без изменений. Пассивка. Теперь над Мией висят стаки, пополняемые ее автоатакой. За каждый стак Мия получает плюс 5% к скорости атаки. А заполнив стаки, ей начинает помогать душа эльфа, который, похоже, сбежал из игры Средиземья Тень Мордора. Правда, тут Калибримбора называют Тень Лунного Света. Так вот, Тень наносит часть урона Мии и, к слову, может критовать. Выглядит очень эффектно. Второй навык. Мия выстреливает сразу колчаном со стрелами. И когда все это падает на голову противнику, он получает небольшой урон и замедление. Кроме того, если его продолжить атаковать, то он застанет на месте на одну секунду, то бишь вызывает обездвиживание. Ульту изменили слабо. Ускорение, невидимость и очищение на месте. Однако, вместо банального увеличения скорости автоатаки, ей теперь просто заполняют сразу шкалу пассивки. Чем можешь сходу пользоваться? А на этом пока все. А в ожидании подробного перевода обновления 1.474, можешь посмотреть, как я участвовал в своей игре у Вич и Бич. Ссылку я оставлю в описании и комментариях. Подписывайся на канал и удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...